Язык Масаи. Масаи это восточный нелодский язык, это кочевники Танзании. Про них есть у Димы Комарова несколько серий, где он с ними общается. Насколько я помню, он хорошего от них остался мнения в Масаях. Ну, Масаев около 800 тысяч человек. К сожалению, у меня нету какого-либо подробного грамматического описания даже в моей базе. Видимо, нету каких-то грамматик, потому что у меня очень многие языки описаны. Поэтому я руководствуюсь английской википедией, где более-менее подробно это все изложено. И будет довольно кратко, потому что там подробно, но все равно маловато. Значит, Южная Кения, Северная Танзания, кочевники. Сохранили специфическую культуру, вот поэтому к ним ездят туристы, они показывают свои все танцы там и все такое. Немножко на этом зарабатывают Масаи. Есть внутренние диалекты, но взаимно понятные. И рядом есть еще несколько языков и народов, которые все называются Маа. У них самоназвание этого языка Ольмаа. Вот на чем-то похожем на это Маа говорят еще Самбуру, Чамурсы, Чамусы, Чамусы, Паракую, там и другие всякие близкие племена, которые тоже все называются Маа. Ну, вообще-то Маасаи это означает люди, которые говорят на языке Маа. То есть, в общем-то, Маа там само название, да? Ну, сделали им алфавит на основе международного фонетического. Важна там тональность, поэтому тона обычно они проставляют. Система согласных вот так вот выглядит. В общем-то, обычная для нелодских, да? То есть, нормальные полотальные почти для всего. Единственное, что есть имплазивные, вероятно, под влиянием соседних языков, потому что обычно в нелодских нету. Имплазивные это взрывные согласные, которые возникают за счет того, что гортань движется вверх и вниз, и я не рискую это воспроизводить. Это нужно специально ставить, я этот тип согласных не умею. Ну, вот это имплазивные, то есть специальный тип взрывных согласных. Это совсем не то, что вот там эти кавказские, да, совсем не то, что напряженные арабские. Это еще, короче, один способ произносить взрывные согласные, африканские. Что касается гласных, сингармонизм. Девять гласных, которые контрастируют, то есть имеют варианты передние и задние, а А у них считается нейтральным. То есть А и ИОУ, да? А вот И, Э, О, У имеют еще задние варианты. Такая система. А А не имеет ни передних, ни задних вариантов, а у них нейтрально. Относительно сингармонизма. Синтаксис. Глагол в начале, потом идет объект, потом субъект, потом объект. Ну, обычно так же по топику. То есть идет глагол, потом самое важное, потом все менее важное идет после того. Значит, у них есть понятие noun phrase, группа существительного, наверное, та, группа имени. Ну, дело в том, что, короче, все, что там относится к какому-либо понятию, со всеми относящимися там посессивами, ну, то есть, допустим, отец, ребенка, или там большой отец, ребенка, все, что к понятию к этому относится, все в кучу, оно все вместе оформляется приставкой. То есть, вот перед этой группой идет приставка указательная, либо приставка, которая указывает род и число всего, что там потом будет. То есть, не в существительном ставят они окончание, как мы, а перед всей группой существительного, к которой там относятся всякие посессивы, атрибутивы и так далее, они ставят слово, которое означает, какое будет дальше число и род всего, вот то, что там дальше будет. Образование грамматических форм, как правило, через изменение модели тонов. Вот у нас в семитских есть модель гласных, да, вот мы в семитском имеем корень из согласных, к которому применяется модель гласных и она означает грамматику. То есть, определенные гласные, которые в определенные места вставляются. Вот, а в Масае применяется модель тонов. То есть, определенные сочетания тонов, которые вот вставляются над словом, они означают какую-то грамматику. И вот таким вот способом обозначаются падежи, залоги, аспекты глаголов и так далее. Ну, вот пример есть тут из английской википедии. То есть, смотря как мы тонально слово выговорим, оно будет иметь другую грамматику. Такие дела. Также важная категория там гендер, то есть род, и там у них три рода. Мужской, женский и место. Вот место это отдельный род в Масае, и там даже есть местоимение тоже трех типов. Мужское, женское и место. То есть, личное местоимение, место. Вот мы там говорим он, да, а они про место говорят, специальное слово, которое обозначает, что вот это место. Тоже местоимение. Проводится по всему языку. Если каким-то образом у них там по какой-то причине этот род не обозначен, тогда он определяется из контекста. Вот, это у них очень тоже все важно. Ну, у них различается настоящее время и прошедшее. Как минимум. Использование языка постепенно исчезает язык, поскольку в Танзании вводится система национального языка, как обычно любое национальное государство вводит национальный язык, и это суахили. То есть, в Танзании система английский плюс суахили. Английский, естественно, международный, они были колонией английской, поэтому он там есть. Ну, английскому обучаются, как обычно, те, кто самые образованные, а масса населения обучают суахили. Это при том, что реально в стране, конечно, сотни языков и народов. Вот те, которые оседают в городах, поскольку в городах все на суахили, школа на суахили, все эти документы все на суахили, естественно. Те массаи, которые в городах оседают, а там их около миллиона уже. И многие уже в городах. Вот они переходят на суахили, конечно, потому что в городе доминирует суахили. Те, которые кочуют, они еще сохраняют свой язык, но массаи оседают. То есть, кочующих подлинных массаев все меньше. Кстати, Дима Комаров, который среди них был, он об этом тоже говорит. Многие Масаи уже давно приняли городскую культуру и, соответственно, язык городской культуры, то есть Суахили. А какого-то там у них собственного радио, у этих кочевников, конечно, нет. Короче, это негры-цыгане, местные цыгане танзанские. Ну и вот в отличие даже от наших цыган, они в большей части неграмотные. Поэтому вот они когда кочуют, они на своем языке говорят на Масаи. А когда они в городе, они уже переходят на городской язык. Такая с ними ситуация. Но это, я говорю, к сожалению, я даже не нашел нормального грамматического описания в огромной моей базе всяческих редких языков и диалектов, к сожалению.